Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Токсикул, ФБР на связи, как вы видите. Я вещаю, с города Харькова коренной житель, поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаюку! Ля-ля-ки-баб! И мы стартуем! Ради стадигов погнали! Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на своем канале. По вашим долгожданным просьбам выхожу с вами на связь, рассказать, как реальная обстановка в городе Харькове. Что нового, что интересного. Как мы пережили эту ночь и что вообще в целом, ребят, происходило в городе Харькове. Ребятки, ночь была неспокойная. Хотелось бы вам какие-то позитивные новости рассказать, что у нас все хорошо, что уже завтра закончится все это и наступит мирное небо над головой. Но нет, ребят, не тут-то было. Были прилеты ребятки в области, было очень громко, в том числе и Купенское направление. Люди постепенно оттуда с прилежащих сел также потихоньку уезжают. В частности, те, которым говорят, чтобы они эвакуировались. Даже некоторым говорят, что нужно принудительно выехать со своими детьми и нечего там сидеть, потому что прилетает очень часто. И каждый день, а бывает такой, что и несколько раз на день. И долетает туда все подряд. Вот, помимо всего этого, ребят, была у нас гроза, была молния. И мы, как харьковчане, мы не знали и не знаем до сих пор, что это. Это молния, либо же это гроза, либо же это в перемешку что-то летит. С-300 или Кабы. Почему так? Да потому что, ребят, часто уже было замечено то, что в перемешку летят прилеты. Прилеты, да? То есть, летит С-300 или Каб, и ты думаешь, что это всего лишь навсего молния, это всего лишь навсего гроза. Но не тут-то было, ребят. Потом с утра ты просыпаешься и читаешь, и понимаешь, что были прилеты там, 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 и даже есть погибшие. Помимо всего этого, ребят, помимо всего этого, у нас много подписчиков, вы сами знаете, с Кривого Рога, которые нам и помогают, и присылают посылки. Спасибо огромное всем. И этой ночью, ребят, произошло просто страшно. В Кривом Роге был прилет, был прилет ракеты в жилой район, где живут люди. Я, у меня просто, ребят, нет слов, понимаете, у меня одни эмоции. Одни эмоции, и даже уже эти эмоции начинают заканчиваться. Почему? Потому что я повставляю вам здесь кадры с места событий, чтобы вы понимали, что там происходит. Там до сих пор достают людей из-под завалов. Восемь человек, восемь человек погибших уже, царство им небесное, примите мои соболезнования. Это просто, ребят, ужас. Помимо всего этого, 21 человек ранен, и 4 человека считаются до сих пор пропавших без вести. То есть их ищут. Приехали туда, собственно говоря, рятувальники, достают с под завалов, ДСНС. Разбрасывают все это голыми руками, без всякой техники. Стараются спасти как можно больше людей, помочь. Вот так, ребятки, мы и живем. Прилеты не то в Харькове, так в других городах. И прилеты, ребят, очень серьезные, и люди, к сожалению, страдают. Мы сами, только вот совсем недавно был прилет в эпицентре, да, где, как вы видели, там по ДНК, по ДНК устанавливали человека, то есть понимать вообще, кто это. Представляете, какие там масштабы были, собственно говоря. Это просто, ребятки, ужас. Ужас, это ничего не сказать. И если где-то в одном городе более-менее тихо, то, как мы видим, обязательно, обязательно, как бы это ни звучало, но в каком-то другом городе происходит прилет, и происходит страшно гибнуть люди. Вот такая, ребят, ситуация. Ситуация очень тяжелого характера. Поэтому, ребят, что хотелось бы вам сказать, что хотелось добавить, многие смеются с меня, когда я соблюдаю правила двух стен. Я хочу сказать, ребята, соблюдайте правила двух стен, насколько это реально, насколько это возможно. Не просто так включают эту тревогу. Следите за всеми пабликами всевозможными. Смотрите, что-то летит, не летит в вашу сторону. Конечно, от этого уберечься тоже практически нереально, если вот так вот, да, прилет в жилой дом. Но, может, хоть какой-то манюсенький-манюсенький, как бы, шанс, может быть, может быть, будет. Мы должны стараться сохранить как можно больше жизней, и чтобы как можно больше людей осталось живых. Такая, ребят, ситуация непростая. Кривой рог этой ночью пострадал, ребят, очень-очень сильно. Отзовитесь, ребятки, кто с кривого рога. Напишите в комментариях, как вы, живы, здоровы, все ли с вами нормально, чтобы я не переживал, потому что вы сами знаете, как это, когда человек в один прекрасный момент не выходит на связь, а то, что у нас происходит по нашим городам, так это. И ты начинаешь думать, а что случилось? То ли просто человек не пишет в комментариях, да, особенно тот, который все время с нами на нашем канале, то ли что-то, не дай бог, произошло. Ребятки, всем крепкого здоровья, мирного неба над головой. Пусть сбываются ваши мечты, а самое главное, пусть ваш ангел-хранитель хранит вас. Сейчас покажу, как наш Зевсунья, как у нас вообще обстановка в целом. Че ты там забегал, Зевсунья? Привет. Привет, мой родной. Привет, мой маленький. Что ты, рассказывай подписчикам. Как дела? Ты сразу жаловался? Да? Ты меня, а-ля, атаковал. Чтоб я не смог уйти, да? Лап, лапу мне заблокировал своими лапами. Что ты, Бузегринка, тебе надо гладить? Ну, ой, ты мой бедненький. Тебя надо жалеть, да? Ночью было громко. Ночью была гроза страшнейшая. Ты, наверное, прятался в будке, думал, что это взрывы, да, Зевсунья? Да, Зевсик? Думал, что это взрывы. Прятался в будке. Ты ж моя радость, Манюнка. Ну, это хороший. Ну, это бедненький. Собакевич. Зевс тоже, когда гроза, прячется в будке. Где-то еще я вам должен сказать, что у него когда-то вот здесь вот, сейчас я вам покажу, вот здесь вот рос большой орех, чтобы вы понимали, где-то этажей 5, это 100%, а то, может, и 7. Он просто был огромный. Там еще, кто давно смотрит меня, там такой оставался пень от него, и, ну, он нереальных размеров был. Можно по нему было понять, что орех был очень высокий. Так как он был самой высокой точкой, в него попала молния и разрезала пополам этот орех. Поэтому Зевсуня еще с тех пор, с тех пор, так оно прогорело, ребят, и разрезала по высоте, ну, наверное, с полметра. Я никогда такого не видел в жизни. Вот такая сила молнии, представляете, ребят? И Зевс был там, да? Зевсуня был в вольере. Зайчик в это время был в вольере, и все это слышал. Он был у себя в будке в этот момент. И после того вот эти взрывы для него очень тяжело он их переносит. А тем более вот эти такие, как молния, оно непонятно у нас, ребят. Вчера у нас ночью была молния, а гром у нас такое бывает часто, что под шумок летят и С-300, и Кабы. Поэтому и собака так реагирует на это все, на ней чувствует все это. И мы то же самое. Не знаем, что нам делать. То ли правила двух стен соблюдать, то ли что делать, да? Зевсу, ну и хорошее. Смотрите, ребят, какая красота. Ромашечка, самая обычная красотка. Ребятки, у нас ночью был дождик. Посмотрите, как у нас все подросло. Бурячок какой стал. Синенькие. Вот такие уже. Лучок поподымался. Яблочки уже тоже стали покрупнее. Вон, смотрите, какая, ребятки, роза. Растет красивечная. В общем, ребята, дождик дает о себе знать. Перчик тоже вон цветет. И растет уже даже маленький, позавязывался. Тут тоже зеленушечка растет. Капусточка тоже растет. Тут повырывал, ребят, бурьяны. Я их так на стежку складываю. Но вчера света не было. Чем заниматься. Взял, повырывал бурьяны. На огороде работы всегда хватает. За всем этим надо следить. Вот тоже, видите, у меня между рядком растет укропчик. Чтоб зелененький можно было сорвать. И, собственно говоря, покушать. Такие помидорки уже. Вот по высоте, ребят, мне по пояс. Тут уже даже завязываются такие помидорчики. Красивые. Тут тоже, ребятки, помидорки имеются. Цветут. Вот еще. Дождик, конечно, хорошо, что пошел. Почему, ребят? Потому что сразу все пошло в рост. Поливай, не поливай. А дождик, это лучше всего. Растение чувствует натуральный полив. Как он должен быть. Тоже вот наши, ребятки, перцы, которые мы покупали рассаду. Помните? Вот сейчас покажу помидоры, которые, ребят, вот тоже, видите, бурьян порвал, на стежке поскладывал, поскладывал, попрорывал. Это те, которые у нас пооставались, помидорчики. Те, которые мы с вами выращивали на подоконнике зимой. Видите, уже вот завязываются помидорчики. Укропчик. Уже вот такие зонтики шикарные, красивые. Мятка, мелиса растет. Тоже хорошо. Вот такие, ребят, дела. Будем надеяться на какой-то урожай. Вот еще, видите, помидоры какие высокие. Поподвязывал. Тут тоже, ребят, цебулю коты поваляли. Они тут любят валяться, драться и так далее, и тому подобное. Вот. Есть помидорчики уже покрупнее. Вот, смотрите, какие уже такие уже размерчик хороший. Попрохладнее у нас сегодня. Плюс 20 где-то градусов. То было плюс 30-32. Сколько дней? Сейчас уже плюс 20. На градик, ребятки, тоже по чуть-чуть завязывается. Видите, чуть-чуть есть. Ну, ребятки, видите, тоже у меня растет. Красавчик. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка? Страховка. Залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду ТОКСИКУЛ-21. Вашу тачку. А САГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пу-ку-пу-ку. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова